Сегодняшнее наше занятие, оно такое действительно школьное. Мы сегодня будем учиться, всегда будем работать. Сегодня будут у нас лекционные части, у нас сегодня будет тест для вас, сегодня будет упражнение, которое будем делать вместе. И сегодня мы знакомимся с аудиториями наших подопечных и с самими собой. Причем знакомимся с самими собой как с координаторами и с аудиториями наших подопечных тоже вот с позиции координатора. В следующий раз мы с вами поговорим о способах работы с подопечными разными и будем говорить о том, как меняется группа в зависимости от того, какой метод работы вы выбрали. А сегодня вот непосредственно подопечные и вы. Может кто-то из вас уже стал координатором, может кто-то только собирается. Когда координатор начинает свой путь, он идет в то место, в котором он хочет устроить группу для того, чтобы знакомиться с подопечными. Он смотрит на них, он пытается увидеть, что им нужно. Мы на первом занятии написали очень большой список общий того, что нужно. А здесь как-то более конкретно, именно вот этому конкретному подопечному. И человек, который со стороны учреждения запускает этот процесс, он может вас познакомить с воспитателем, с психологом, с человеком, который занимается обучением, может быть с юристом, может быть вы узнаете о том, что там работает священник, может быть там есть родители, может быть там нет родителей. Но вы во всех случаях получите такую большую карту красочную, на которой не так просто будет сразу найти место для себя лично и для своей группы. И искать вы начинаете место, в общем, человека с улицы, не профессионала, человека, сила которого в том, что он часто ничего не понимает, ни что происходит с подопечным, ни что вообще творится сейчас в нашей игровой. Вот. Такой вот человек, который воспринимает жизнь, как простой человек, вот, что видит, вот, то и видит. И в то же время вы уже будете думать, какой тон в своей группе я здесь задам, какое направление моя работа здесь будет, на что я буду ориентировать свою группу, в какую сторону мы будем двигаться с нашими подопечными. Так интересно получается, что когда вообще мы оказываемся в ситуации, где рядом какое-то острое страдание, то инстинктивно, конечно, хочется оттуда сбежать. Да, у нас и психика защищает, да, с помощью разных защит, и нам хочется как-то вот остраниться. Часто. Потому что страшно. А здесь другая ситуация. Мы идем сами по своей воле туда, где тяжело, где больно, где страшно, где одиноко, где непонятно. И обычно в жизни, когда мы хотим избежать какого-то этого места, мы начинаем быстро предпринимать какие-то действия, предлагать какие-то решения, уговаривать, обадривать, отвлекать, веселить, убеждать, что все будет хорошо. Да, мы прекрасно знаем, каким образом мы действуем в таких ситуациях в повседневности. Может быть, кто-то реагирует по-другому. Ну, это замечательно. И вот, когда мы приходим к нашим подопечным, мы очень часто начинаем вести себя так же. И понятно, что это защитная реакция. Та реакция, которая на самом деле увеличивает нашу дистанцию с подопечным. Та реакция, которая говорит о нашей невыносимости того, что я вижу перед собой. Но никаким образом не помогает мне наладить контакт с этим человеком. Потому что контакт с этим человеком я буду налаживать через слышание, через сочувствие, через совместный поиск выхода, через какие-то вопросы, чтобы очень хорошо этого человека понять. Через то, чтобы чего-то ему о себе сказать. И, естественным образом, необходимость в спешных каких-то решениях, соревнованиях, доводах и вообще любой спешке отпадет. И вот, действительно, когда мы отправляемся куда-то организовывать волонтерскую группу, нам очень важно случайно нашей деятельностью не защититься от того человека, к которому мы идем настолько, что мы так с ним и не встретимся. А это, к сожалению, бывает. Но бывает и другая ситуация. Когда мы настолько сливаемся с ним, с его болью, с его страданием, что мы можем ухнуть в эту дыру и увлечь туда за собой всех волонтеров и других подопечных. Причем, чаще всего мы ухнем не в ту дыру, в которой находится наш подопечный, а в дыру нашего представления о том, что это за дыра, в которой он находится. И тогда оттуда вылезти бывает очень проблематично, а иногда попросту без помощи профессионального психотерапевта и невозможно. И вот сегодня, нащупывая, что-то узнавая о себе и о них, мы будем потихонечку проходить по такому очень узкому пути, по такому болотцу. Может быть, кто-то когда-то бывал, бывают такие экскурсии по болотам, когда через болото очень красивые, живописные две дощечки вот так вот лежат. И все туристы аккуратненько-аккуратненько через болото проходят по этим дощечкам. Вот сегодня мы с вами вот так вот пойдем. И еще нам будет важно в нашем путешествии разглядеть те дары, которые мы действительно хотим принести нашему подопечному. И обнаружить, а где же живут те люди, которые нуждаются в этих дарах. И, может быть, что-то узнать, почувствовать о тех дарах, которые готовы нам давать наши подопечные. И тогда мы сможем узнать, а мне вообще нужен такой дар? Мне вообще этот подарок? Это вообще мне или, может быть, это кому-то другому? Вот. И мы будем сегодня вот чередовать в нашей беседе. И начнем мы, как ни странно, с того, что знакомиться вы будете сами с собой. А как с координаторами? Сейчас у вас будет возможность немножечко познакомиться самим и с собой на очень интересные темы. А потом начнем знакомиться с нашими подопечными. Сидели вы как-то в качестве координатора перед компьютером и увидели ссылку на ролик с фантастическим мастер-классом, где с помощью очень простых каких-то действий лепится совершенно фантастической красоты кошка. И вы подумали, вот, я приготовлю мастер-класс, сделаю какие-то заготовки, и мы со всеми нашими подопечными, каждый сделает по такой кошке, может быть, разных цветов, чтобы вот такие они были потом разноцветные, потом мы как-то вот с ними сфотографируемся, и, в общем, вот это так будет круто, вы так вот это себе представили, и пошли делать кошку. Представляю? Это кошка, дорогие ребята, да, у нее четыре лапы, кошка у нас стоит на четырех лапах, вообще на лапах у нее могут быть коготочки, вот, хвост у нее такой достаточно длинный, может быть, пушистый, может быть, нет, но ушки у нее вот так торчат, мордочки, мордочка у нее немножечко вытянутая и заостренная. Вот она кошка, она может бегать, она может ластиться, она может спать, она может играть с клубочком, вот такая вот. Вот приблизительно такой текст вы произнесли и предложили ребятам слепить кошку. А у каждого ребенка есть по волонтеру, отправились они в свой творческий путь. И вот у некоторых ребят мысль творческая пошла как-то иначе, уши стали другими, хвост стал другим. И вот на некоторых столах каким-то образом появляются вот такие вот замечательные, прекрасные существа. Вот это вот такое совершенно замечательное существо. Это четырехглазое. Да, вот это четырехглазое, оно называется носконом. Вот это уже носконом. Вот, ребенок назвал его носком. А оба они носконы. Это их три. А их три? Каждый из троих детей лепил носконом. А. Это носконы. Вот это четырехглазый. Да, вот он такой вот носкон. Это носкон. А как назвали, так назвали. Вот такой вот он носкон. Это четырехглазый, это вот такой вот. Да. Ну вот. Да. Да. И вот. Носконы. Как вы понимаете, о кошке, да, эта пара довольно быстро забыла. Да, подразумевала, что это будут кошки. Но получились вот такие замечательные носконы, такие чудесные, творческие. Один, в общем, вполне себе. Для вас предпочтительней, комфортней, организовывая ваш процесс, иметь какую-то вот такую вот творческую, с заведомо красивым, ярким результатом, реалистичную. Вот, чтобы это было вот как по-настоящему, чтобы действительно вот как-то вот рассказать, объяснить, да. Вот все-таки лепить кошку или для вас, как для человека, организующего творческий какой-то вот процесс где-то, было бы предпочтительнее лепить носконов. Вот вам как? Сами. Это надо ответить своей листочке. Да. Вот все-таки вы с ребенком скорее будете лепить кошку, и для вас это кажется ценным, правильным, важным, нужным. Можно ее из группы. С группой. С группой. Можно и с группой, да. Вот. Начиналось с того, что вы-то вообще мастер-класс с кошкой придумали, да? Можно на всем кошка, а дальше вот как выражаете... Вы будете предлагать кошку или носконы? Теперь вот, когда вот это вот произошло, да. Ну, значит, смотрите, понятно, что если у вас ребята вместо кошки вылепили носконы, вы ругать их не будете. Давайте вот это вот спишем сейчас. Вот этого отвечать не надо. Вы предпочтете вам важнее, интереснее, как бы нужнее. Вы хотите лепить с ребятами кошку с четырьмя лапами, может быть, с коготочками, с хвостиком, с ушками, с усиками. Такую вот живую вот, как она есть. Или вы хотите вам предпочтительнее, важнее, интереснее лепить носкона. Как он получится? Сейчас вы увидите маленький сюжет, и этот ребенок с некоторыми нарушениями, но вот он находится в работе, и мы попросим вас внимательно посмотреть на этого ребенка и ответить на вопрос, в чем для вас будет заключаться прогресс в развитии этого ребенка. Смотреться в него и ответить себе вот на такой вот... Максимально конкретно, вот следующий шаг в развитии, вот следующий шаг прогресса. Не то, что будет в идеале, да, там через 10 лет, а следующий маленький конкретный шажок, который для вас будет означать, что вот это прогресс. Продолжение следует... В роддоме, когда родилась, она на неделю позже, только единственное, что родилась, и они вышли, и такая минутная пауза. А у вас были подозрения, что у вас ребенок будет с синдромом Дауна или еще что-то? Ну нет, особо не было, но вот был такой показатель пограничного состояния. Вот, и я на следующее утро приехал смотреть на ребенка. Классный ребенок, желтый, лохматый. Хитрые глаза. И такой хитрый взгляд. Они, конечно, никто не сказали прямо, отдайте этого ребенка. Ну, а вы точно его возьмете? Вот этот вопрос меня преследовал все эти дни. Вы точно ее заберете? Берой. Пожалуйста, березай. Летка, ты как будто бы спишь? Да. А как ты спишь и ешь одновременно? Так бывает? Не бывает. Я приехала немножко заранее и увидела абсолютно невозможную милую девочку, с которой мне безумно захотелось подружиться, а у нее очень большая семья. Она невероятно любит ребенка, который невероятно сильно любит. И любит много взрослых людей. И она очень насыщена этой любовью. И ее отдает абсолютно безоговорочно. Ну, я знаю, что у нее есть синдром Дауна. Но она немножко младше, чем ее возраст биологический. Ну, и, опять же, таких детей очень много, которые более инфантивные, а есть, наоборот, гораздо старше. Вера, будешь бабочкой? Да. Давай, я считаю, раз, два, три, и ты летишь. Давай, раз, два, три. Улетай. У нее сейчас сказано, что ей восемь, но она, соответственно, с некоторой задержкой. Да, может быть, достаточно большой. Там не закончится ролик, да, это ролик такой, ну, скорее, социальный, для привлечения внимания к проблеме. Здесь, ну, на мой взгляд, показано про девочку достаточно, чтобы можно было как-то составить какое-то мнение. Ну, именно о том, о чем мы спрашиваем. Что для вас будет следующим шагом, прогрессом? Сейчас мы вам представим двух персонажей, ну, которые, в общем, в какой-то степени похожи на некоторых наших подопечных. Вот, и предложим вам прогуляться с двумя персонажами. И присмотритесь к ним, прислушайтесь, как они вам, насколько вы, насколько они вам созвучны. Улитка. Улитка? Улитка. Ой, кто это там ползет, тихо шурша еще зеленой травой и уже опавшими листьями? Кто это, не выбирая дороги, то исчезает под огромным кленовым листом, то взбирается на сухую коряку. Это улитка. Зовут ее Улиша. Улиша умеет радоваться всему, что ее окружает. Сверкающие на солнце капельки утренней росы, золотым облакам на небе, склоненному в почтительном поклоне полевому цветку. Улиткам вообще не свойственно торопиться. Но где вы видели, чтобы улитка быстро бегала или резво прыгала? Завораживающая медлительность. Вот их ритм жизни. Спокойная осторожность. Вот их стиль. А тут еще грусть накатила, потому что осень. Скоро все станет уныло серым. А затем наступит бесконечно долгая зима. Придется впадать в спячку. Хорошо еще, что маленький, но уютный домик в виде ракушки всегда на спине. Осталось найти для него удобное, безопасное место. Поползли со мной вон туда, под кустик. Может, там спрячемся? И вот есть енот. Ой, я енот. Когда меня ругают, я не спорю. Я согласен. Это все верно. Это я. Это я дунул в нос спящему медведю. Это я подрался с выхухолью. И это я слух распустил, что скоро наводнение. Все бежали, кидали, спотыкались. Кто-то даже плюхнулся в воду и подумал, что наводнение уже наступило. Эх, а кто-то крикнул, хорошо бы его выпороть, да жаль некому. Выпороть? А, это выхухоль сказала. Ладно, завтра встретимся. О, слышите, кричат, безобразие, безобразие. Это про меня кричат. Да, а вот если не на безобразничаешь, кто же от тебя вспомнит? А так, слышите, весь лес гудит, безобразие, безобразие. Ну, давай, вот, например, залезем на это дерево и посмотрим, а вот в тех вот гнездах есть яйца или нет? Да ладно, что дерево, брось это дерево, а давай залезем вот туда. Там наверняка в той норе кто-то живет и можно дернуть его за хвост. Вот потеха-то будет. Ой, кто-то шуршит. Кажется, за мной. Ну, ладно, ты тут постой, если что, скажи что-нибудь, а меня тут не было. Вот такие два персонажа. Лидка и Кенот. Вам какой подопечный? Милее? Вам с каким подопечным комфортнее было бы провести день? Обведите того, кто вам, кого вы выбираете. А потом, когда обведете, то может поделитесь самими собой, да, или потом, если вы дадите нам почитать, своими чувствами. Какие чувства у вас вызвали эти два персонажа? Как вам вообще было слушать эти истории? Как вам было соприкосновение вот с их темпами, с их характерами? Насколько вам безопасно или комфортно быть рядом с ними? Ну что, друзья, можем идти дальше? Мы сейчас вас попросим перевернуть страничку, и там есть такой тест, который очень важен для каждого из нас. Там есть вещи, с которыми мы можем соприкоснуться, осуществляя наше служение координаторское. И мы попросим вас как-то для себя, и потом, если захотите, можно, да, сдать нам, поделиться с нами, определиться, как вам эту. Есть шкала от 1 до 8. В какой степени? Это некоторые подсказки, но тем не менее, нужна одна цифра, то есть, если вы готовы знать, что человек готов встретиться с этим разово и одновременно готов быть рядом постоянно, то ставьте 7. Да, то есть, ставьте максимально возможную для вас цифру, то есть, минимально возможную для вас дистанцию. Один, готов знать, что он есть, но не приближаться. Второе, готов встретиться с ним разово. Третье, готов быть на некотором расстоянии, сделать что-то для него. Четвертое, готов вступить в диалог, спросить или ответить на вопрос. Пятое, готов посмотреть в глаза и улыбнуться. Шестое, готов прикоснуться. В общем, они идут в такой последовательности, и чтобы мы с вами не путались, ставьте вот, да, и сами. Если вы разговариваете, несмотря в глаза, это более длинная дистанция, чем если вы смотрите и в глаза глаза улыбаетесь. Можно разговаривать с человеком опосредованно, не глядя на него, и это, ну, как бы, это дистанция. Если вы уже можете посмотреть в глаза и улыбнуться, это ближе дистанция. Если вы готовы прикоснуться, это еще ближе. Если вы готовы быть постоянно рядом, принимая, готовы быть и помогать преодолевать. Смотрите, сейчас Андрей будет рассказывать про аудитории подопечных. Посмотрите, пожалуйста, значит, на свой тест. Он может вам сказать о некоторых вещах. Во-первых, что для вас важнее, результат или процесс, то есть вас больше тянет на то, чтобы научить сделать, получить результат. В частности, это будет проявляться в том, что вас будет привлекать кошка, то, что у вас будут очень конкретные вещи показаны в следующем шаге по отношению к девочке. Дальше про темп, с которым вы готовы встретиться. енот и улитка. Есть места, где живут в темпе улитки, есть места, где живут в темпе енота. Когда Андрей будет рассказывать, имейте это в виду. Опять же, если у вас очень большой шаг прогресса, который вы хотите от девочки веры, то это тоже скорее про людей, которые могут многое изменить, и места, где многое может измениться. Если у вас совсем маленький шажочек, то это про места, где можно на скорости улитки вместе расти. и посмотрите на свою последнюю страничку. То, что там шестерка, семерка, это то, что вас скорее притягивает. Это какие-то вещи, которые какие-то непростые вещи, которые вас притягивают. Имейте в виду через эту призму из того, что будет говорить Андрей, где это живет. Это те дары, которые вы готовы получать от людей, от подопечных. Там, где у вас восьмерка, это вам вызов. Это то, что для вас как бы это не то, где вы готовы как можно ближе быть к подопечному. Это такая вот задачка на преодоление. Тут надо так задуматься насколько это вызов реалистичен. То, что вы хотите преодолеть, быть рядом и помочь преодолеть, надо тоже смотреть, находить те места, где преодолеть возможно. Некоторые вещи преодолеть невозможно. А если восьмерок вообще нет? Ну да, тоже нет восьмерок. Если нет восьмерок, значит, у вас нету таких вызовов прийти, научить, преодолеть. Значит, смотрите, вот эти вот максимальные, да, шестерки, семерки. Восьмерка, она немножко из другой категории. А шестерки, семерки, то, что притягивает, то, куда вас тянет, а не оттолкнет. Это процесс. Это больше про процесс. Ну, сейчас попробую что-нибудь рассказать про аудитории подопечных. Обратим наше внимание на больницы, ДД и ПНИ, приюты, бездомных, пожилых людей и на дистанционную работу с перепиской. К сожалению, ничего не могу рассказать про взрослые больницы, потому что Даниловцы, взрослые больницы работали полгода в своей жизни, первые полгода, пока мы существовали. У нас была группа в детской больнице, взрослой больнице, да, но мы не справились с этой работой в тот момент. Вот, больше не пробовали, вполне возможно, что попробовали. детские больницы для нас, для Даниловцев, как-то так завелось, делятся на три категории. Это больницы такого одноразового попадания, куда пациента привела какая-то досадная случайность, несчастный случай, та ситуация, в которой есть сбой, лечение и налаживание. и человек снова здоров. Первая категория. Вторая категория – это хронические заболевания. Это может быть да, нефрология, гинекология, эндокринология, иногда кардиология. Те люди, которые проводят в больнице до полугода своей жизни, да, грубо говоря, месяц дома в месяц в больнице. Люди, которые, да, в больнице, в общем, живут часто, большую часть жизни. И третья категория – это когда попадание в больницу, ну, грубо говоря, разделило жизнь на до и после, когда возникла угроза для психики серьезная, или возникло какое-то тяжелое другое заболевание, возникла угроза жизни, и всегда человек будет иметь попечение о своем состоянии, и очень во многом это будет определять его жизнь и контакты с другими людьми. Если мы возьмем статус отношений между волонтерами и подопечными в больнице, то штука очень интересная, потому что больничные волонтеры в больнице дома, а пациенты в гостях, потому что пациент приходит и уходит, а волонтеры остаются. Пациент, например, возвращается через год и встречает тех же волонтеров, с которыми он уже знаком иногда. И получается такая ситуация, что вот при том, что они вроде там живут какое-то количество времени, но тем не менее группа больничная, она дома в этом заведении, со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых поговорим. Болезнь штука такая, что она субъективна. Одно дело, как объективно ее видят врачи, другое дело, как субъективно видит ее сам пациент. понятно, что есть люди, которые простой ушиб переживают иногда так же тяжело, как какую-то серьезную травму, ну, просто исходя из особенностей своих личных. И понятно, что человек, который испуган, и у которого слишком много неизвестности, он вообще находится в таком страдании, что объективная сила заболевания, в общем-то, не имеет значения. Человек, ну, вот, абсолютно потерял какую-то опору, абсолютно потерял какое-то равновесие, и мы к этому человеку пришли. Если брать первую категорию больниц детских, да, которые попали один раз, то, конечно, одной из главных задач волонтеров это их развлечь и отвлечь. Да, вот, организовать их досуг таким образом, чтобы они как-то максимально отвлекаясь, развлекаясь, провели это время. Если мы имеем дело с хрониками, понятно, что есть все-таки какая-то задача сделать так, чтобы эти люди не отстали от темпа развития своих сверстников. Здесь есть задача обучения некоторая, и чтобы люди умели приспосабливаться к своим каким-то нарушениям, к каким-то условностям, чтобы они умели преодолевать какие-то свои сложности. и здесь конечно еще очень важен пример, личный пример волонтера. Да, потому что иногда кажется детям в какой-то больнице, что на строгой диете только они одни, и это такое большое несчастье, так разрушающее их жизнь, что они уже никогда ничего в жизни не добьются, потому что диета лишила их всех возможностей к нормальной полноценной жизни. Вот, да, да, и тут вот волонтеры оказывается тоже могут где-то учиться, где-то работать, и при этом находиться на строжайшей диете, а может кто-то из волонтеров вообще тоже с собой принес шприц с инсулином, потому что ему тоже надо вколоть вовремя, в общем, ничего страшного нету, жизнь продолжается, это тоже будет очень важно. А для пациентов, которые попали в такую совсем кризисную ситуацию, связанную с онкологией, с психиатрией, конечно, очень важно иметь рядом человека для того, чтобы вот начало или уже процесс своих сложных отношений с жизнью, с окружающим миром проживать рядом с человеком который смотрит на него, на подопечного именно как на человека в общем. Да, потому что у каждого есть своя задача, у врача одна, у родителей другая, у разных работающих в этой больнице третья, а вот так вот, что просто вот Аня пришла к Леше, вот такого там больше нету. в первую очередь группа приходя в больницу любая должна создать определенный климат, определенную атмосферу. Да, там любой ребенок знает, что в кабинете номер 28 в 11 утра происходит перевязка и там происходит то-то, а в понедельник в 5 часов вечера приходят волонтеры в игровую и там происходит то-то. Вот подопечный должен точно понимать, что, когда там происходит. И это в это создание климата входит безусловно обстановка, в которой вы создаете некоторые правила, некоторые традиции общения и некоторое вообще лицо группы. А кто вы? Вы команда друзей, вы помощники, вы наставники, вы вообще кто такие приходите? Почему, по какому признаку вас можно узнать и отличить от других? И как понять, с чем к вам можно прийти, с чем к вам можно обратиться? Какую мою потребность вы сейчас можете удовлетворить? И очень важно, что волонтер, он как бы помогает человеку продолжать жить, увидеть, жить, жизнь за болью, за страданием. И в этом смысле порой тоже важно координатору как бы найти, а вот посредством чего мы вот эту жизнь активируем в них, посредством чего мы сделаем так, что она действительно будет продолжаться, потому что в больнице жизнь, она запускается утром, на утреннем обходе, потом проходят какие-то необходимые мероприятия, и потом она останавливается до следующего утра. Там очень много тревоги, там очень много чего, а тут пришли люди, которые раз и сказали, подожди, что это ты до следующего утра жить уже отказываешься, а время-то пять часов вечера, давай, может быть, займемся чем-нибудь, найдем чем заполнить эти часы, кроме испуга и неизвестности. И еще очень важно в больнице волонтерской группе передружить детей, которые живут рядом вместе, потому что так происходит интересно, что не то, что дети из соседних палат, а порой дети в одной палате друг с другом вообще незнакомы, чтобы они могли найти поддержку и опору друг в друге. Если мы перейдем к жителям ДДИ или ПНИ, то там тоже вроде разброс очень большой. Есть детские дома, интернаты обычные, есть отделение, там довольно много детей с родителями, некоторых даже берут на выходные, там есть некоторые нарушения, но тем не менее некоторые из них ходят в школу и в общем у некоторых из них даже есть шанс провести свою жизнь после совершеннолетия или дома, или может быть даже самостоятельно. Есть коррекционное отделение ДДИ, там, где безусловно после 18, теперь уже 20 или 21 года дети переедут в психоневрологический интернат, скорее всего их семью не возьмут там же, даже там, где она есть. Это уже большие нарушения, серьезные нарушения. и отделение милосердия, где в общем действительно порою просто по пальцам одной руки мы можем пересчитать вообще, а что действительно этот человек может делать и каким образом мы с ним можем покоммуницировать или пообщаться. Ну и соответственно жители коррекционных и отделение милосердия потом переезжают в ПНИ. Здесь статус волонтерской группы другой, потому что здесь жители они, а мы гости. Здесь не так просто уже установить свои правила, свои законы. Здесь скорее мы входим вот в их жизнь и гораздо сложнее создать климат, потому что в больнице мы даже можем быть в чем-то авторитарны, да, например, сказать, что вот прости пожалуйста, но вот так здесь себя вести нельзя, и если ты так себя будешь продолжать вести, то пожалуйста отсюда уйди, потому что это наше пространство, мы вот здесь живем по таким правилам, если ты будешь себя так вести, то у нас вместе быть не получится. Уже проблематично так вести себя на территории ДДИ, просто потому что непонятно на каком основании вы, придя в гости, будете так вести себя по отношению к проживающим, да, здесь уже гораздо более тонко все это. Новый дом. Да. Одна из главных нужд подопечных ДДИ ПНИ, как ни странно, судя по нашему опыту, это ожить. Это вспомнить о своих действительных ограничениях. Дело в том, что очень многие люди дома или в ДДИ перед тем, как попав в ПНИ, или когда у них были какие-то друзья, или когда к ним приходили предыдущие волонтеры, которые почему-то перестали приходить, они чему-то научились и что-то умели. Но попав в ситуацию, когда вперемешку все, и ходячие, неходячие, и с большими отклонениями небольшими сидят в одном холле перед телевизором, то получается так, что те, которые были более сохранны, очень быстро деградировали под уровень наименее сохранных. И когда приходят волонтеры, то иногда волонтеры даже не знают, как реагировать. Они ходили месяц к неговорящему человеку, и вдруг выяснилось, что человек говорит, да еще и в прошлом филолог. Они приходили к человеку, который не действует руками, и вдруг этот человек начал шить. и вот действительно эта возможность ожить и возможность действительно вместе с подопечным найти границы его ограничений, они очень важны. Они, конечно, очень важны и в больнице, потому что и парализованному человеку, и психически больному человеку, находящемуся в больнице, очень важно действительно или ослепшему человеку. найти, а на самом деле, отчего действительно я лишился, что действительно стало моей утратой, а что не стало. Но здесь в ДДИ, в ПНИ ситуация другая, потому что мы имеем дело как бы не с каким-то даже сбоем в организме, а мы имеем встречу с некоторой средой, где, к сожалению, и от персонала, и может быть какое-то время от родителей, мы слышали слова, которые этого человека сделали к жизни непригодным принципиально. И волонтер тот человек, который в каком-то смысле подопечного к жизни возвращает. Потому что персонал работает часто, не имея сил, с теми людьми, которые имеют прогресс. С теми людьми, которые пусть и умеют шить, но прогресса не имеют, заниматься не будут. Да, есть такое явление, нет динамики. Если нет динамики, то с человеком заниматься скорее всего не будут, если на одного воспитателя 20 человек в группе. И это не потому, что воспитатель плохой, а потому, что он один на 20 человек. Какие мы ставим перед собой цели и задачи? Конечно, как ни странно, мы, будучи людьми с улицы, мы входим в решение задачи на адаптации этого человека. То есть к возможности коммуникации, к возможностям самообслуживания и к возможностям иметь какое-то ремесло. Расширяя горизонт нашего подопечного через творчество, через общение, через возможность выбирать, через возможность найти область «мне нравится, мне не нравится», через возможность нащупать «я люблю, я не люблю», через возможность почувствовать «я умею, я не умею», через возможность как-то прожить «я хочу, я не хочу», мы работаем, не будучи специалистами, на эту проблему адаптации. И мы, не будучи специалистами, до конца верим в этого ребенка, потому что мы не знаем, как он будет развиваться с этим диагнозом, мы не знаем, какой у него потенциал, мы не знаем, какие у него возможности, мы находим к нему подход, мы верим в то, что многое возможно, и каким-то непостижимым для нас образом мы не можем Божью работу разложить сейчас по полочкам, человек начинает делать то, чего он никогда не делал, просто потому, или начинает учиться тому, чему он как бы и не мог толком научиться, просто потому, что рядом есть человек, который в него верит, который хочет, чтобы этот человек был счастлив, который не требует от него результата, а который просто рядом и им хорошо друг с другом. Очень важно дать возможность подопечным ДДИ и ПНИ проявить заботу, любовь к вам самим и к вашим группам. Это то, чего они были лишены. Они иногда еще были людьми, которым что-то дарят, но побыть людьми, которые могут подарить, которые могут утешить, которые могут посоветовать волонтеру лекарства от головной боли, потому что у него сегодня голова болит, который может утешить вообще просто волонтера. И это очень важно. Вот почему очень важно в больницу ДДИ и ПНИ волонтеру особенно не стараться приходить только в хорошем настроении или только в хорошем состоянии, потому что дать возможность вас поддержать, дать возможность вам помочь, это величайшее сокровище, которое вы можете получить и большой подарок, который вы можете сделать им. Результат всегда индивидуален, у нас нет с вами необходимости привести их к какому-то результату, социальные нормы за скобки у нас с вами выброшены в работе ДДИ и ПНИ, и в общем человеку, который так вот по сути своей в хорошем смысле училка, в хорошем смысле педагог, в хорошем смысле добивающийся результата конкретными шагами идущему все время вперед, ему может быть очень трудно в этих заведениях. А вот в следующей категории детских домов, приютов и... А? Немножко мне кажется, я вот протестую против фразы что училкам не может быть в ПНИ. Там очень много людей, которые никогда не учились в школе, но очень хотели бы. И училок там в этом плане можно их просто грамотно применить. Я имею в виду, что если человек по сути своей училка, то он с трудом переживет, если он будет каждую неделю учить подопечного рисовать букву А. Вот для него это будет сложно. Потому что для него важно в следующий раз учить человека рисовать букву Б. Я вот имел только в виду вот это. А если человек готов каждый день учить рисовать букву А, ну, это же прекрасно. Потому что если... И может быть, через месяц вдруг окажется, что можно переходить к букве Б. Да, но потом, если человека госпитализировали, и он два месяца чего-то ему покололи, то придется сначала выпускать мыльные пузыри, а через пару месяцев рассказать, что бывают буквы, твое имя можно написать. ну, вот тут вот училка может, конечно, да, выбеситься. А может быть, и нет. Вот. Но замечание принято, безусловно. Детские дома, интернаты, приюты, диспансеры, подростки с зависимостями. Вот люди, где нужен педагог. Там, кто такие волонтеры? Это спарринг-партнеры. Об тебя, пришедшего волонтера, я сейчас буду находить себя. Я сейчас буду понимать, можно, нельзя. Я буду понимать, кто такой ты. Я буду понимать, кто такой я. Сейчас мы с тобой вместе будем бороться, и если ты будешь обозначать мне свои границы, может быть, я даже смогу нащупать свои. Главная нужда этого человека войти в большой мир. И понятно, что некоторые из них насмотрелись с телефона, они там уже в лимузинах, в шикарных, с девочками, у них там по 200, по 300 тысяч зарплата, причем не рублей. Вот. И там у них уже все хорошо. Но правда ли, эти в этих домах такие мысли все открыты в катастрофе? какие-то командные игры. Здесь необходима работа на конкретный результат, и здесь необходимо соответствие социальным нормам. Здесь уже неважно, что ты думаешь о том, что произойдет, когда ты дашь пинка полицейскому, здесь надо вполне себе понимать, что 15 суток твои. И вот в СИЗО ты будешь. И что тебя еще дико изобьют. Это надо как-то понять. Вот. Здесь, конечно, тоже нужен конкретный результат. И здесь важно, чтобы ребята учились действительно и навыкам общения друг с другом, и чтобы они максимально учились общаться с другими людьми. Потому что да, они уверены, что все решается деньгами и мордобоем. И волонтеры могут расширить возможность этих детей, безусловно. Есть еще одна категория людей, для которых социальные нормы, к сожалению, очень сомнительны, которых привести к социальным нормам невозможно. Практически, за исключением очень редких вещей, это люди, живущие на улице. Статус отношения с бездомным человеком совершенно неопределен. Разные волонтерские организации пытаются быть друзьями, помощниками, но в целом непонятно, кто мы друг другу с бездомными. Цели, которые можно ставить, тоже очень туманны, потому что на самом деле очень просто сделать этого человека нахлебником, очень просто сделать этого человека человеком, который не будет ничему учиться, не будет ни за что бороться, потому что он будет знать, что сейчас его накормят, сейчас его обогреют, сейчас его полечат, сейчас ему под балалайку спляшут, и ничего делать ему не надо. А волонтеры, которые пытаются предлагать им работу, которые пытаются ставить какие-то все-таки рамки, условия, работать на других каких-то основаниях, иногда терпят поражение, иногда чего-то добиваются, и здесь вот все зависит от того, чего действительно вы хотите, потому что координатор, работающий с бездомными какой-то, может быть уверен, что кормить бездомных ни в коем случае не надо, что нужно им помочь все-таки в перспективе заработать на еду, а сейчас бездомные должны взять на себя ответственность, сам трезвым прийти в нужное место в нужное время и взять бесплатную еду. А есть люди, которые говорят, да ну ребята, хватит жиру беситься, человек на улице, он совершенно обессилен, хватит тут еще выставлять какие-то границы, кормите и все. Поэтому здесь самим конечно вам решать. Что касательно пожилых людей в домах престарелых, то волонтеры этим людям всегда внуки. Координатор, доченька или сыночек. Главная их нужда это пообщаться и быть кому-то полезными. Часто рассказать свою историю, часто поделиться каким-то своим опытом, но иногда они действительно хотят сами что-то связать для кого-то, что-то сшить для кого-то, кому-то принести радость и кому-то принести тепло. Пожилые люди в нашей стране до последнего отказываются жить в таких местах и к сожалению тот образ, который складывается по американским фильмам, он не соответствует действительности. Это часто люди уже с деменцией, это часто люди с большим тремором, это часто люди с сильным неприятным запахом, но это люди, которые действительно очень нуждаются в волонтерской помощи, поэтому здесь действительно как-то вот быть белоручками не выйдет, вот, и в то же время вот простое человеческое общение здесь будет главным. Иногда, конечно, нужно людей тоже уже покормить, да, и здесь тоже вот такая интересная история. Это касается и палеотивной помощи, и работе в хосписах, и работе в домах престарелых, и работе с тяжелыми детьми в больницах. Так получается, так складывается, что волонтер долго не может выносить судно или убирать когда человек остошнило, или что-то еще делать, или терпеть нервные срывы, или выдерживать оскорбление в свой адрес, если этот человек тебе лично не знаком. Только при условии, если мы знаем друг друга не только по имени, но мы знаем и ценим в себе, и друг в друге, но и в себе, что важно, какие-то черты, если мы говорим человеку, что для нас допустимо, и что для нас недопустимо, если мы знаем, что допустимо и недопустимо для этого человека, если мы действительно строим с ним очень непростые человеческие отношения, вот тогда очень долгое время мы можем это делать. и поэтому если вы хотите организовать эту работу, то тоже смотрите, готовы ли вы вкладываться в каждого волонтера, разговаривая, общаясь с каждым волонтером, и именно помогая выстроить ему вот такие вот непростые отношения, потому что иначе ну послал подопечный волонтера на три буквы волонтера, им не придет больше волонтера. Вот. Да. Иногда волонтеры готовы организовывать вот это так, как это есть. Да. и конечно это не волонтерская работа, но иногда безусловно это так. Вот. И волонтеры могут на это некоторые согласиться. Да. Понятно, то есть была история для девочек волонтера согласилась с мужиком поменять, которым она ведет твоя жизнь. А вот она. Когда у вас какие-то ваши родители из-за этого есть? Если вы на это не договаривались с медперсоналом, то этого категорически не должно быть. Вот. И это совершенно невозможно. Вот. Но бывает действительно какие-то ситуации, например, когда этот человек отказывается от еды всегда. И только когда приходит Маша, он ест. Или в присутствии Маши, да, или из рук Маши, да. Вот такое тоже бывает. И тогда очень важно, да, что, ну, может быть, если неприятно, я какое-то другое имя назову, чтобы не было там лично о тебе, да, например, Андрей приходит, да, тут очень тоже важно, да, что они выстраивают именно какой-то вот контакт друг с другом, да, а координатор помогает выстроить этот контакт так, чтобы это было комфортно обои, да, потому что, ну, какие-то самые элементарные вещи, они очень важны, например, важно договориться, например, спокойно, там, с подопечным, например, каким сигналом является то, что, там, можно давать следующую ложку, а после, там, когда у человека не получается нормально проглотить, он начинает нервничать, там, что-то, да, из него обратно вытекает, что-то такое происходит, человек в сердцах начинает как-то реагировать на это, да, то здесь тоже важно понять, а вот если будете на меня ругаться матом, то, то я не смогу вас кормить. Не смогу. Ну это только случай личных отношений, только временных, да, и, да, а про есть в присутствии Андрея, это реальная ситуация, да, причем, ну, 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 я в нее попал совершенно случайно, причем в нее попал, на самом деле, не я, в нее попала группа, вот, во главе со мной, то есть, я думаю, что если бы, просто я ходил два раза в неделю, но если бы пришла группа, я думаю, что Владик бы все равно поел, вот, два раза в неделю? Он ел очень плохо, а нормально он ел в пять тридцать, два раза в неделю, когда приходили даниловцы. Все остальное время в него насильно засовывали. И вот по столечкам. Это пожилой человек? Нет, это был подросток, ребенок, младшего подросткового возраста. когда приходили волонтеры, он начинал есть. Да. Он долго лежал, вот, и у него вот, была такая фишка. опухоль и у него просто слева или просто мы приходили, и уже ребенок на завтра операция, он наоборот не должен есть. А он устраивает дикие истерики, все, дайте я хочу. Да, он человек говорит, дайте мне есть, вот, я больше не могу дайте мне есть. Мама бежит к врачу врач говорит, что если там он что-то съест, мы его на операцию не берем, потому что нам ни дрис, ни рвота на столе не нужны поэтому, значит, если он что-то съест, то собирайте чемодан и садитесь на поезд и жете дома Мы отложим операцию, потому что мама там была Одно было отложим, а другое было, что выпишем Вот, что и нефига здесь кое-каку занимать. В одном случае, мама уже готова была дать еду, но приходят волонтеры Ребенок забывает о том, что хочет есть Просто забывает и все Вот, и это истерика, когда мы один раз три часа просидели с ребенком Это как раз, которому просто сказали что будет перенос операции, но там была тяжелая опухоль И три часа волонтеры сидели с ребенком до прихода анестезиолога Который первый укол делает в палате А потом уже грузит, да, на Сидели рядом лежит Это было счастливые три часа Не то, что мы сидели, когда держались за руку в напряге Нет, мы совершенно нормально сидели Лепили, рисовали Нет, ну, конечно, попереживали первые минут 15 Вот, порассказывали Вот, там, что-то самое А я, у меня от голода голова болит всегда и кружится А ребенок мужественно заявил, что у него, в отличие от такого слабого дяди Андрея Голова до сих пор не болит и не кружится Вот, так что, в общем, он вот еще вполне себе Вот, и потом как-то вместе его до лифта проводили На каталке нормально, с уколом уже Ну, все хорошо Вот, так что, вот это вот наша аудитория Про колонии? Ну, про колонии В подростковой колонии есть, это у нас один педагог У нас есть группа немногочисленная Там как раз люди работающие на результате У нас есть две колонии, одна подростковая, одна женская И есть еще СИЗО Тоже женское СИЗО Вот, и учительница, которая ездит в колонии с мастер-классами Ну, она ИЗО, да, лепка и так далее Она работает в частной школе И она говорит, что она в подростковую колонию ездит отдыхать Наконец, у нее адекватные ученики, которые ее слышат Ну, они уже поняли, да, чем грозит преступление всяческих рамок И по сравнению с частной школой, это просто вот отдушина Она говорит, наконец она может побыть учительницей Которая нужна, которая слышит, которая слушается Они делают еще паньки Вот, поэтому если вам вот ценно, чтобы отслушались Езжайте в колонии Есть еще некоторая такая вещь отдельная, как инклюзивное учреждение Мы только, ну, как бы к этой теме приступаемся Это дети с особенно... Это как бы такие профессиональные центры Вот то, что было видео, это центр лечебной педагогики У нас есть одна группа в интегративном детском саду Это место, где, вот если то, что рассказывал Андрей Сила волонтера в том, что он обычный человек как бы из трамвая То здесь это волонтерство с компетенциями Здесь волонтер уже учится, да Учится, как подойти, во что играть, во что не играть Он встроен с волонтерской позиции, но встроен в профессиональный процесс Вот та вот волонтерка Ася, которая была на видео Это волонтерка центра лечебной педагогики Она каждый день на педсовете рассказывала, что у нее с Верой И ей советовали, да, вот как поиграть, как что-то спросить, чтобы Вера ответила Сколько ждать там и так далее, да Что интересно, что не интересно Это волонтерство с компетенциями Ну что теперь выбор у нас, да, и упражнения Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому